всего пройти нужно пешком 5 километров 200 метров друзья вы тут точно не заблудитесь потому что натоптана очень хорошая мощная тропа поэтому кто первый раз как я также могут прийти сюда без зазрения совести на это место к мосту на провнище на тюмровую и дойти до терденемы своим ходом а вот эти еще указатели есть друзья смотрите какое интересное дерево формы интересная дальневосточный бархат здесь произрастает дерево похоже на пробку приятная на ощупь занесена в красную книгу друзья смотрите здесь был шторм или что все поломано ветки деревья валежника тут миллион деревьев кому а собирайте горит сюда видно выступы утесов этих смотрите прямо на полу валяется геометрически ровная кирпич на бордюр похоже по ходу это бахайцы строили или же жени которые здесь жили раньше а мы идем дальше и все же друзья вернулся к нему опять как вы думаете это человеческого происхождения бордюр или камень или природного напишите пожалуйста в комментариях я почти уверен что это человеческий человеческий круг дело форма этого камня нужно идти вдоль реки тигровой тут железки какие-то валяются тропинка ведет вдоль речки друзья пока идем до дарданеллы вот здесь такие виды открываются на скалы к сожалению камера не передает глубины и объема который хотелось бы вам передать но как есть справа речка слева скалы прямо тропинка нахоженная что еще нужно для летнего летнего осеннего отдыха если честно довольно прохладно руки мерзнут поэтому нужно уже варежки наверное но так целом телу нормально речка потихонечку тихо спокойно течет вниз по течению вплывет течет я здесь сплавлялся в 2010 11 12 году на рафтах на рафах рафтах это было дело и даже не знал что здесь есть дарданелла друзья смотрите я еще сомневался там ручной был или не ручной но мы идем и увидели вот такую вот такой камень разломанный пополам и вон еще бы гранит представляете этот же джинни здесь добывали гранит для своих построек вон там квадратный камень еще давайте покажу вот смотрите квадратный прям камень прикольно значит где-то здесь должен быть замок недалеко по идее надо его найти вон еще кстати друзья немного поднялся к скальнику смотрите здесь как гранитные грыбы глыбы расположились и смотрите что интересное нашел а нашел я цветущий богульник хотя сейчас октябрь 16 число но мы видим что цветет богульник на самом деле первый раз вижу цветение богульника осенью интересное явление кто это такое уже видел такую картину пожалуйста отпишитесь не часто ли такое бывает или нет смотрите какой здесь лес приятный рыжий зелеными кедрами кедрами молодыми правда некоторые деревья повалены наверное от ветра штормах которые здесь бывают снизу течет река тигровая еще и называют сучан точнее название 1 сучан у него был китайская повернули в сторону дарданеллы тут такой натюрморт интересный дерево поглощает камень потихонечку идем вверх подъем довольно крутой но мы должны его преодолеть осенний лес листопад с небольшими передышками на съемку красивого пейзажа идем дальше добрались до очертания утеса и нам предстоит еще подняться на высоту смотрите какой классный видон отсюда очень красиво друзья к сожалению телефон не передает объема картинки в живую это смотрится очень эпично объемно симпатично ущелье дарданеллы 16 октября 2021 года блок владивосток вид на долину отсюда открывается неплохой а и 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 Видео Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вам не сложно, мне приятно, поход на Донеллу удался. Спасибо за внимание, увидимся на новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok